Здарова! Жертву маркетинга на канале Покашеварим! В заморозке, в пятере, нашел вот эти штуки. Раньше не было, сейчас появились. Буррито, буррито с курицей и буррито свежий овощной микс с ветчиной. Слушайте, стоит по 130 рублей. Еще чуть-чуть и большая шаурма. А тут за 130. Маленький буррито, сколько он весит? Подожди, малыш, малыш, сколько ты весишь? 170 граммов. Ни о чем, вообще не наестся. Две штуки надо, чтобы поесть. Производитель ООО Комбинат. Не как вот недавно было, что-то там продуктов питания комбината. Это другая тема. ООО Продукты питания комбинат. Вот такая странная расстановка слов в этом названии. Это просто ООО Комбинат, который находится в городе Домодедово. Город сбывания мечт. Потому что там есть аэропорт. Вы всегда можете... Ну, поняли. Ладно, не важно. Срок годности 90 суток. То есть, это такая заначка. Упаковки, конечно, невзрачные. Вот чисто по ощущениям, я это купил за мороженое, как будто мороженое лакомка. Там что-то круглое внутри. И упаковка примерно такая же. Значит, состав изучаем. У нас тут лепешка тортилья, в которой всякие разрыхлители, дигидропирофосфаты, натрия Е450. Соль. Не, прикинь, в составе. Соль. В скобках. Расшифровка соли. Поняли? Ха! Такое даже бывает. Соль из чего состоит? Ну, во-первых, в соль входит соль. Агент антислеживающий. Эмульгатор Е471. Пшеница глюте... Нет, подожди. Или скобки закрываются? Нет. И пшеница. И регулятор кислотности. Яблочная кислота. Вещество для обработки муки. Все, скобки закрываются. Это состав соли. Вы знали, что у соли такой состав? Вот так вот. Вот комбинат. Вот у них такая соль. Смесь мексиканская, но тут все натурально абсолютно. Сладкий перец, зеленая фасоль, морковь, зерна кукурузы. Ветчина туда же входит. Куриная. Свежий овощной микс с ветчиной. А, так и написано, да. Также в составе есть усилитель вкуса и аромата. Глутамат натрия. Сахар, антиокислитель. Блин, ну тут состав ядерный, конечно. Вот удивительно, как в 170 граммов... В 170 граммов, а это вот такая маленькая штучка, можно уместить столько всего интересного. Я не демонизирую вообще добавки. Вы должны понимать, что абсолютно каждая добавка, которая есть, даже химический состав, есть даже у кукурузы, болгарского перца и так далее. Это все химия. Вопрос, как, что, конечно, влияет. Например, глутамат натрия зашибись. Я вообще всеми руками за глутамат натрия. Может содержать орехи, молоко, злаки, яйца, горчица, сельдерей, продукты их переработки. Вот куча всего такого интересного. Все, бог с ним. В общем, состав, что здесь, что здесь, он мелким текстом в 10 строчек по всей длине буррито. Способ приготовления. Освободить от упаковки и разогреть в микроволновой печи в течение двух минут. Или в духовом шкафу при температуре 180 в течение 10 минут. Очевидно, второй способ, он должен быть вкуснее, поэтому мы воспользуемся этим способом. Унбохинг у нас начинается. Буррито, давай посмотрим. Еще там внутри за 130 рублей нам кладут. А внутри нам кладут вот такую штучку. Просто вот, просто тортильчка с небольшим количеством начинки. Вот серьезно, у меня не складывает впечатление, что оно весит 170 граммов, честно. Давай взвесим ради интереса. Я уже давно не проверяю производителей, потому что там все нормально. Но я хочу проверить. 170. Я же говорю, 162. Смотри, не складывает впечатление. А здесь ровно 170, да? Короче говоря, овощной не доложили. Это же овощной? Нет, это куриный как раз не доложили. Я воспользуюсь формой и пергаментом, чтобы не пачкать. И отправим на 10 минут на 180 градусов в духовку. Понеслась. 10 минут. Итак, 10 минут. Что-то, по-моему, с ними особо ничего не произошло. И как были бледные, так и остались. Так. Слушай, ну ощущение, что за 10 минут оно нифига не приготовилось. Серьезно. То есть чувствуется еще кое-где прохлада. Но окей. Нам производитель написал 10 минут, мы 10 минут и делаем. То есть все, как написал производитель. Два маленьких буррито. Разрежем и посмотрим. Вот что за 10 минут происходит с буррито. А ни хрена не происходит. Внутри как был лед, так и остался. И что с этим делать? Спасибо вам большое, ООО Комбинат, за рекомендацию. За 10 минут ваш продукт не успевает приготовиться. Отправляем еще. Ну вот, 15 минут. 200 градусов и конвекция. Вот тогда это работает. Тогда это работает. Ах, уже первый развалился, потому что мы его разрезали. Может быть оно и к лучшему. Мы зато сможем понять, что внутри. Давай сразу и воспользуемся этим шикарным моментом. Посмотрим состав. Это очевидно куриный, да? Выглядит все, конечно, уныло и как-то очень хрючевно. Вот такое вот странное нечто внутри скрывается, внутри буррито. Внешность это второстепенно. Интереснее, как это все будет на вкус. Давай посмотрим, что с овощным. А вот овощной, смотри. Он выглядит чуть посимпатичнее. Там какие-то тупо мексиканская смесь, плюс еще ветчина. Вот то, что в заморозке мексиканочка продается. Эй, ладно. Короче, давай пробовать уже. Что тут размусоливать? О, хрустит. Виталий нормально сделал. Прикольно. И все равно начинка до конца не прогрелась. Она чуть-чуть прохладная. Льда нет, но прохладная. Я не знаю, как называть это буррито. Это, ну, по вкусу, это как пирожок с капустой, только еще немного влажный. Вот когда, знаешь, когда делают вот самсу, если нормальная самса, там много лука. Если она куриная, там много курицы, да, и за счет лука все довольно сочно. Вот это довольно сочная штука, в принципе. Но это вообще даже ни капельки не буррито. Тем не менее, по вкусу весьма неплохо. Меня немножко смущает, что тут нет даже намека на, как я не знаю, ну, хотя бы кукурузу, фасоль. Что там обычно добавляют в буррито? Начинка фасоль, белая в томатном соусе. Не вижу я здесь этой фасоли. Сыр моцарелла. Ну, то есть, вот состав выглядит вроде более-менее похожим на то, что должно быть в буррито. Есть и фасоль, есть и сырок. А по факту это вот такая вот жишка. Вот эта жишка, она весьма неплоха по вкусу. Но это не буррито. И нет ни капельки остроты. Вот хотя бы чуть-чуть, хотя бы очень демократичная острота сюда бы подошла. Овощной микс с ветчиной. Парадокс вот этого продукта в том, что, когда делаешь начинку для него, не надо даже ее размораживать. То есть, берешь вот эту замороженную мексиканскую смесь, туда добавляешь ветчины нарезанной. Заворачиваешь, у тебя получается продукт. Трудозатраты равны нулю. Я пытался традиционно в конце найти отзывы на этот продукт на сайтах, типа отзовик или рекомендов. Нифига не нашел. Короче, продукт, видимо, новый. Окей, мой отзыв будет первым. Достойный продукт? Нет, шляпа. Съедобный? Да, съедобный. Не более того, то есть, считать это буррито вообще неправильно. Считать это какой-то ролл с начинкой, ну, типа пирожок, это нормально. Но тогда пирожок не должен стоить столько до хрена денег. Я не очень понимаю, как за посредственный продукт производитель хочет брать 130 рублей. На мой взгляд, это очень дорого, это не стоит своих денег. И это, повторюсь, не буррито. А это, наверное, основной критерий, который должен быть в этом обзоре. Называется буррито, по факту не буррито. Идите нахрен. Со временем, наверняка, этот продукт появится на сайтах с отзывами. И вот как раз мы и посмотрим, как производители активно закупают положительные отзывы. Потому что, ну, по идее, положительных отзывов насчет этого продукта не должно быть. То есть, если бы он стоил дешевле, я бы еще понял, я бы это оправдал ценой. Но это продукт, который стоит нормальных денег, он должен быть нормальный. Ладно, выставим оценки. У нас всего три критерия. Это вкус, натуральность и чё? Цена. За вкус я ставлю двойку. Все-таки что-то в нем есть. Он такой довольно съедобный, сочненький, за что спасибо. Но не фонтан. За цену я ставлю единицу. Неадекватная, на мой взгляд, цена. Ну и натуральность тоже единица, потому что такого состава я не видел. Как это все уместилось в таком маленьком продукте? Единицу. Вот такой вот результат от меня. Буррито из пятерочки от производителя. О-о-о-о комбинат под брендом «Восьмая империя» не стоит внимания. Спасибо, что посмотрели. До скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова